Раньше они шили тенты для УАЗов, а с началом мобилизации швея и технологи одной из ульянских фабрик стали выпускать рюкзаки-баулы для наших защитников. В цеху, расположенном на нижней террасе, кипит работа. Раньше специалисты трудились с 8 утра до 5 вечера, а со сменой курса мастерицы стали работать интенсивнее. За один день все научились, и естественно работаем, приходим очень рано, и к 6 приходим, и работаем до 7 вечера. Девочки все стараются, молодцы, но набираем сейчас скорость, чтобы выпуск увеличить. Швеи привыкли к новому графику, ибо есть для кого стараться. Мысли о самых близких мотивируют и придают сил. Мы посмотрели и начали шить для наших сыновей, для наших мужей, для братьев. Технолог производства улучшила рецептуру традиционного рюкзака. Задачей была сделать изделие легким, прочным и устойчивым к непогоде. А Элита Зубарева вместе с коллегами нашла практичное решение. Стропы используются автомобильные, которые для ремня безопасности очень прочные, мощные, знаете. Но материал влагостойкий, легкий. Это все-таки груз носить нашим ребятам. В предыдущих материалах поколений использовалось палаточный материал, брезентовый. Сейчас уже новые технологии. Материал обладает, как я уже повторяюсь, пропиткой для влагостойчивой пропиткой. Материал называется Оксфорд, который мы используем в изделии. Готовые изделия поставляются в военной части оперативно, ежедневно. На этом производстве выпускается примерно по 60 рюкзаков в день. Далее директор фабрики отвозит рюкзаки военным. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.